Ладно, тогда давайте начнем постепенно, к нам может кто-то еще присоединиться в ходе сегодняшней нашей встречи. И я хочу напомнить, что сегодня у нас проходит презентация книги Виктора Ивановича Гущина, посвященная Елгаре в истории СССР, в период 40-го по 41-44 год, или по 40-го даже по 44-44 год. И я бы хотел представить вам нашего сегодняшнего гостя Виктора Ивановича, хотя я опять-таки уверен, что ни в каком представлении он не нуждается, поскольку он очень известен. И в рамках нашей партии, и в рамках вообще движения «Русский флаг» сложно найти такого человека, который его не знает. Вот, собственно, он перед вами, и историк, и политический деятель, и очень значимая фигура в социальной жизни Латвии. И он, собственно говоря, я бы хотел передать ему слово и дать возможность рассказать о своей книге. Добрый день, уважаемые коллеги. С самого начала я хотел бы всех поздравить с праздником, с Днем Победы. Это главный праздник в истории Латвии. Если бы не было победы 1945 года, не было бы Латвии как независимого государства, была бы территория Остланд, где все говорили бы по-немецки, и подавляющая часть населения была бы представлена немцами, немецкими переселенцами. Моя книга – это второй том из серии книг под общим названием «Юлгава в истории СССР». Эта серия включает в себя шесть книг. Первая книга будет посвящена периоду с 1939 по 1941 год. Эта книга выйдет осенью этого года. Вторая книга, это вот книга, которую я сегодня вам представлю, охватывает период 1941 по 1944 год. Третья книга, вот которая здесь, вы можете ее видеть, эта книга посвящена истории боев за «Юлгаву» с 28 июля по 14 октября 1944 года. Четвертая книга, вот, должна выйти в этом месяце. Она будет посвящена истории разрушительного для города восстановления в послевоенный период. В результате этого восстановления, к сожалению, от довоенной застройки практически ничего не осталось, и был построен совершенно новый город. Пятая книга будет посвящена истории восстановления Елгавского дворца. И шестая книга будет охватывать период 1945 года по 1991 год под условным названием «Елгава в период Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева». Ну, а сегодня у нас презентация вот этой книги, второго тома из этой серии. «Елгава в период немецко-фашистской оккупации». Вы знаете, что в этом году мы отмечаем 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, и в этой книге довольно большой раздел посвящен ситуации предваряющей начало Великой Отечественной войны. Я здесь рассказываю и о Прибалтийском особом военном округе, и о тех частях Красной армии, которые в этот период времени были дислоцированы в Елгаве. В частности, здание Елгавского дворца занимал штаб 8-й армии под командованием Петра Петровича, генерал-майора Петра Петровича Собильникова. В Елгаве в этот период же находился и сформированный главным образом и из выходцев из Ленинграда 362-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион противовоздушной обороны, который отражал первые воздушные атаки немецких люфтваффе сразу после начала войны. Надо сказать, вот я хотел бы немножко остановиться на вот этой части книги, и надо сказать, что в Елгаве, наверное, как и в других городах, люди, которые служили в Красной армии, они жили ощущением или ожиданием начала войны. И вот у меня была возможность переписываться с ветеранами 362-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО, и они мне в своих письмах писали о том, что, ну, действительно, как бы, вот война, как бы вот само ощущение войны было пропитано вот воздух, воздух вот в Елгаве был пропитан вот этим ощущением войны. Надо сказать, что, несмотря на то, что вот красноармейцы, которые находились в Елгаве, ожидали того, что война вот-вот начнется, в то же время ясного понимания того, когда война, в какой день, собственно, начнется, такого ясного понимания не было. Надо отметить, что с августа 1940 года немецкая армия, немецкие люфтваффе вели активные бомбардировки Лондона и других городов Англии. Вот самая массированная бомбардировка Лондона пришлась на 9 сентября 1940 года. Затем 13 ноября, вот, вернее, извините, 14 ноября состоялась массированная бомбардировка города Ковентри. И вот эти вот бомбардировки немецкими люфтваффе британских островов, они продолжались в течение нескольких месяцев. И, естественно, у руководства Советского Союза складывалось впечатление, что до тех пор, пока Гитлер не завершит военные действия против Великобритании, эти действия носили название «Операции «Морской лев», до тех пор Германия не будет предпринимать каких-то военных действий в отношении Советского Союза. Надо сказать, что разведывательные службы Советского Союза поставляли очень много информации, связанной с предстоящим возможным вторжением немецкой армии на территорию Советского Союза. Но, как отмечают многие специалисты, которые изучают этот период, у советской контрразведки, у советской разведки в тот период времени и контрразведки также практически не была поставлена аналитическая работа. Сложился такой порядок, что все донесения, которые поступали из-за рубежа, вот по данной тематике, без какого-то аналитического обзора поступали прямо на стол Сталину, Сталин знакомился с этими документами и сам принимал решение, какому документу верить, а какому нет. Но я хочу сказать, что в октябре 1940 года советская разведка в Берлине завербовала ответственного работника Министерства экономики нацистской Германии Арно Харнака. И 8 февраля, уже 1941 года, Харнак прислал, а его псевдоним был Корсиканец, Харнак прислал первое развернутое сообщение, в котором писал о том, что нападение Германии на Советский Союз состоится в течение 1941 года. Поступали разведсообщения о том, что нападение может состояться в середине мая 1941 года. Поступали сообщения, где указывались другие даты возможного нападения Германии на Советский Союз. Народный комиссар обороны Советского Союза, маршал Советского Союза, Семен Константинович Тимошенко, анализируя эти материалы, эти донесения, вместе с начальником Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым разработали соображение о стратегическом развертывании Красной Армии в настоящий период. Согласно вот этого документа предполагалось, что начиная со второй половины мая 1941 года части Красной Армии из внутренних районов Советского Союза будут постепенно передислоцированы ближе к границе, а именно на рубеж рек Западная Двина в Днепр. Сталин отказался поддержать вот этот проект, предложенный Тимошенко и Жуковым, опасаясь того, что вот эта передислокация будет воспринята нацистской Германии как реальная подготовка Советского Союза к нападению на саму Германию. В этот период, надо сказать, произошли еще события, которые отложили нападение Германии на Советский Союз на несколько недель. Я имею в виду государственный переворот в Югославии в марте 1941 года. Югославия до этого переворота была государством, почти союзником нацистской Германии, а после этого государственного переворота 27 марта 1941 года Югославия фактически встала на сторону Советского Союза. В это же время шла Итало-Греческая война, и в ходе этой войны Италия терпела поражение. Гитлер поручает своим союзникам Болгарии и Румынии оказать помощь Италии. А после вот этого переворота на Балканах в Югославии Гитлер предпринимает военные действия, уже направленные, собственно, против Югославии и, в частности, Сербии. Вот эти военные действия затягиваются до начала июня 1941 года. И поэтому вот те даты, о которых сообщали разведчики, которые находились на территории Германии или Европы, или в Японии, даты, связанные с маем, они оказались несостоятельными. И это, конечно, вселяло в Сталина определенные надежды на то, что и другие разведсообщения, связанные с указанием конкретных дат начала войны, также могут быть ошибочными. Сталин очень на это рассчитывал. Почему он на это рассчитывал? По той простой причине, что Советский Союз не был готов к началу войны. Известно, что немецкая армия после разгрома Франции в июне 1940 года не провела демобилизацию. Все части армии Германии сохраняли штаты военного времени. В то же время Красная армия сохраняла свои войска по штатам мирного времени. И кроме того, значительная часть дивизии Красной армии находилась в глубине территории Советского Союза. Я уже упоминал о том, что Тимошенко и Жуков 15 мая предложили Сталину начать передислокацию частей Красной армии из глубины Советского Союза, глубинных районов, ближе к границе, на рубеж рек Западная Двина и Днепр. Сталин тогда отказался. После окончательного разгрома Югославии в начале июня 1941 года стало очевидным, что гитлеровская Германия может вот-вот напасть на Советский Союз. И в этих условиях Сталин предпринимает последнюю попытку понять намерение гитлеровской Германии. Я имею в виду вот это сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года, которое во всех газетах СССР было опубликовано 14 июня. И в этом сообщении говорилось о том, что у Советского Союза нет никаких подозрений в отношении намерений гитлеровской Германии, что пакт и договор о дружбе и сотрудничестве, которые были подписаны в августе и затем в сентябре 1939 года, они сохраняют свою силу. И, в общем-то, есть все надежды на сохранение мира. Сразу после публикации этого сообщения ТАСС в Министерство иностранных дел, в Наркомат иностранных дел Советского Союза, был приглашен граф Шуленбург, посол нацистской Германии в Советском Союзе. И от него надеялись услышать реакцию Гитлера на это сообщение ТАСС. Шуленбург никак не отреагировал на это сообщение ТАСС. Исходя из этого, Сталин уже отдает приказ начать передислокацию войск из внутренних районов Советского Союза ближе к границе, в приграничные округа. Но сам вот этот процесс начала передислокации начинается вот где-то вот в этих числах 13, 14, 15 июня 1941 года, когда до начала войны с нацистской Германией остается практически неделя. Практически неделя. И случилось непоправимое. Когда началась война, значительная часть соединений Красной Армии находилась в эшелонах на железной дороге, в пути. И кроме того, произошла размычка между теми частями Красной Армии, которые двигались к границе, в направлении границы Советского Союза, и тыловыми службами, службами материально-технического обеспечения, службами снабжения, в том числе боезапасом. И вот эта ситуация привела к тому, что в самый начальный период войны гитлеровская Германия на основных направлениях своего удара или своих ударов по приграничным округам Советского Союза имела как минимум пятикратное превосходство в живой силе и технике. Говорится о том, что 40 примерно приграничных дивизий Красной Армии, которые находились в приграничных округах, выдерживали удар более ста дивизий нацистской Германии. И вот это привело к тому, что, вот то, о чем я сказал, это привело к тому, что наступление немецких войск в составе группы армий «Север», которая двигалась в направлении Ленинграда, получилось крайне стремительным. Крайне стремительным. В ночь на утро, или утром в 4 часа утра 22 июня началась война, а 29 июня, ровно спустя неделю после начала войны, немецкие войска уже вступили в Елгаву. А в Ригу немецкие войска вступили 1 июля. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот книга, которую я представляю сегодня, она очень богато иллюстрирована. Иллюстрирована архивными фотографиями, относящимися непосредственно к этому периоду. Вот у меня отдельная главка посвящена вступлению немецких войск в Елгаву 29 июня. 1941 года. И вот, собственно, по этим фотографиям можно проследить, как немецкая армия вступала в город, по каким направлениям, по каким улицам двигались немецкие войска. В течение первой недели войны я уже упоминал, 362-й отдельно-зенитный архиалерийский дивизион ПВО противовоздушной обороны под командованием капитана Купреева. Вот этот дивизион сбил 15 фашистских самолетов. Немцы достаточно активно бомбардировали Елгавский аэродром. Не город, а аэродром. На Елгавском аэродроме располагались несколько соединений авиации Красной армии. И вот после 23 июня, когда состоялся первый налет немецкой авиации на Елгавский аэродром, были уничтожены 15 самолетов советской авиации и несколько десятков авиаторов, которые обслуживали эти самолеты. Вот тем же днем, 23 июня, на поезде уехали из Елгавы. Но другие соединения авиации оставались на территории Елгавы, Елгавского аэродрома, практически до 29 июня, до вступления немецкой армии. Только перед самым-самым вступлением немецкой армии в Елгаву эти соединения были перебазированы дальше сначала в Эстонию, а потом дальше на восток. Среди тех, кто встречал в Елгаве вступление немецких войск, по всей видимости, был и Мартин Швагуланс. Мы знаем Виктора Арайса, мы знаем Герберта Цуккурса, лиц, которые осуществляли массовые репрессии против еврейского населения и против тех жителей Латвии, которые были лояльны советскому режиму на протяжении 41-го года и 42-го годов. Но вот зондеркоманда в Елгаве была создана Мартин Швагулансом еще раньше того, как была создана зондеркоманда под командованием Виктора Арайса. Кстати, я хочу тоже обратить ваше внимание на то, что если Мартин Швагуланс, он работал в городской газете «Зенглэс Балс», то Виктор Арайс был выпускником Елгавской академии Петрина, Елгавской академии. Кто такой Мартин Швагуланс? Ну, агроном по специальности закончил сельскохозяйственный факультет Латвийского университета, но по специальности агронома практически не работал. Работал как журналист, в том числе пытался устроиться на работу в Министерство внутренних дел Латвийской республики, но его туда на работу не приняли по той причине, что он был активным членом организации «Перконкрустс», ультраправой националистической организации. Но вот в сороковом году, после того, как на территории Латвии была восстановлена советская власть, Мартин Швагуланс, до этого работавший в газете «Зенглэс Балс» городской, он уволился с этой работы и жил какое-то время в деревне, но по предположениям американского историко-латышского происхождения Андреевса Эзергайлиса, уже вот с лета 1940 года активно сотрудничал с СД нацистской Германией. В Елгаве, значит, после национализации, после вот тех репрессий советской власти, которые имели место, образовалось антисоветское подполье, в том числе военная организация «Освобождение Латвии». Отделение существовало также в Елгаве этой организации. И Мартин Швагуланс, вот как бы объединив вокруг себя представителей такого пронацистского подполья, уже в конце июня, в первых числах июля 1941 года, то есть в самые первые дни начала гитлеровской оккупации Елгавы, смог создать зондеркоманду, численность которой составляла порядка 300 человек, и которая приступила уже в первые дни нацистской оккупации к репрессиям против тех жителей города, которые сочувствовали советской власти, а также активно участвовала в уничтожении еврейского населения, проживавшего в городе. Вегуланс в самом конце июня, примерно 29 июня, 30 июня 1941 года, познакомился с бригадой фюрера МСС Вальтером Шталекером, командиром Айнзайцгруппы А, в задачу которой входило уничтожение еврейского населения и сочувствующих советской власти в коридоре наступления группы армий «Север», в том числе на территории Елгавы. И благодаря Шталекеру вот в течение июля 1941 года Мартинш Вагуланс стал фактически руководителем полиции безопасности города Елгавы и Елгавского уезда. И именно на его совести лежит уничтожение и совести подчиненных ему членов его зондеркоманды лежит уничтожение как еврейского населения, так и тех людей, которые сочувствовали советской власти. Я хочу сказать, что вот в моей книге приводится очень подробная справка о Мартинш Вагулансе. Это впервые. В Латвийском государственном историческом архиве мне удалось найти личное дело студента сельскохозяйственного факультета Латвийского университета Мартинш Вагуланса и как бы проследить некоторые этапы его биографии. Даже вот впервые мне удалось найти фотографию самого Мартинш Вагуланса. Хочу сказать, что производит впечатление, конечно, очень такого ну приличного человека, скажем прямо. достаточно образованного. Кстати, вот в Елгаве в 43-м году побывал Густав Целменьш, один из руководителей, вот Перком Круст. Вот тоже как бы человек достаточно образованный, доктор филологических наук. То есть люди, которые уничтожали еврейское население и те, кто сочувствовал советской власти, отнюдь не были какими-то недоучкими, необразованными людьми. Отнюдь. Но вот как Мартинш Вагуланс, так и Густав Целменьш, они получили образование в Латвийском университете, который в период как бы Первой Латвийской Республики был учреждением образования, где воспитывались националистические кадры. И вот это воспитание, оно после государственного переворота 15 мая 1934 года, когда установился авторитарный и националистический этнократический режим Карлиса Ульманиса, оно привело к тому, что в Латвии появилась очень большая группа людей, взгляды, политические взгляды, которых были близки взглядам гитлеровской, взглядам основных деятелей гитлеровской Германии. Уже к началу августа 1941 года еврейское население в Елгаве было практически полностью уничтожено. Сколько человек погибло в Елгаве в ходе репрессии на этот вопрос, вот у меня тоже этой теме посвящена отдельная глава, ответить очень сложно, поскольку вот те данные переписи, которые проводились в 30-х годах, они говорят о том, что численность еврейского населения составляла примерно 2300 человек. Но согласно той справке, которую первый послевоенный председатель Елгавского горисполкома Рудольф Клекерс подписал значит в 1945 году, уже после освобождения города от немецко-фашистских оккупантов, в этой справке приводится совершенно другая цифра, указывается, что в ходе оккупации на территории города погибло 5984 человека еврейской национальности, то есть почти 6000 человек. Откуда взялась эта цифра? Ответа на этот вопрос нет. Но известно, что на территории города были расстреляны также жители еврейской национальности из Добыла и Тукумса. И кроме того, сюда были привезены какая-то часть еврейского населения из Украины. И здесь вот эти жители эти евреи также нашли свой последний приют. Ответить вот точно на вопрос, сколько конкретно было уничтожено евреев на территории города, вот на сегодняшний день я не могу. Точно так же я не могу ответить и на вопрос, а сколько всего было уничтожено жителей города в период нацистской оккупации с 1941 года по 28 июля 1944 года. Известно, что массовые расстрелы имели место 14 октября 1941 года. Тогда было расстреляно 187 человек не еврейского, не евреев, а именно сочувствующих советской власти это были преимущественно латыши. То есть практически на 99% это были латыши. В январе 1942 года была уничтожена значительная часть психических больных, которые находились на излечении в гентермужской психиатрической лечебнице. Всего было уничтожено 444 психических больных в нескольких километрах от этой больницы недалеко от современного кладбища Балжу. Кроме того, весной 1942 года уничтожалось цыганское население города. То есть вот опять-таки по цифрам вот сколько всего из общей численности населения города было уничтожено, а численность населения Елгавы вот к началу 1939 года, про 1941 год я говорить не буду, составляла 34100 человек. 34100 человек. И вот сколько из этого количества было уничтожено в ходе нацистской оккупации, можно говорить очень предположительно, очень предположительно. Высказывают, приводятся, называются самые разные цифры, максимальные, минимальные, но, наверное, где-то вот истина посередине, между максимальными цифрами и минимальными цифрами. Но общие потери населения города складываются не только из числа тех, кто был уничтожен нацистами, в том числе местными нацистами, местными нацистскими коллаборационистами в период войны. Они складываются также и из числа тех жителей города, которые были призваны на добровольную трудовую службу, так называемая служба РАД. И сколько было призвано на добровольную трудовую службу, тоже цифры приводятся самые разные. От 6 тысяч с небольшим до примерно 14 тысяч было вывезено на работу местных жителей. Опять-таки, жители Елгавы призывались и в Латышский Добровольческий Легион СС. Сколько конкретно было призвано жителей города в Латышский Добровольческий Легион СС, начиная с 43-го года, опять-таки, точных цифр в архивных материалах мне обнаружить пока не удалось. Есть цифра, которая чуть-чуть больше 6 тысяч, но эта цифра охватывает не только город, Митаву, немцы Елгаву называли Митавой, но и округ Митаву. Вот сколько конкретно горожан из этой цифры в 6 тысяч с небольшим было призвано призвано в Латышский Добровольческий Легион СС, тоже пока непонятно. Если говорить об общих цифрах потерь населения города, я уже называл эту цифру 34 4100 человек, то если идти от минимальных цифр к максимальным, то минимальная цифра может составлять примерно 14 тысяч, это возвратные и безвозвратные потери среди населения города, а максимальная цифра потерь свыше 24 тысяч. То есть вывод следующий, что сразу после освобождения города от немецко-фашистских оккупантов население города формировалось практически заново. Я отдельная глава у меня здесь посвящена тем переселенцам с территории Ленинградской, Новгородской, Смоленской областей, которых немцы принудительно привозили сюда на территорию города. К октябрю 1943 года вот таких переселенцев было уже около пяти тысяч, около пяти тысяч. А всего значит немцы привезли из временно оккупированных районов Советского Союза на на территорию Латвии население около ста пятидесяти пяти тысяч человек. И вот с учетом этого значит для чего они привозили население для того, чтобы заместить то население, которое немцы вывозили на работу на территорию Германии и заместить то население, те рабочие руки, которые как бы тех латышей, которых призывали латвийский добровольческий легион МСС. И вот заместить вот эти недостающие трудовые ресурсы должны были вот эти принудительные переселенцы с территорий Смоленской, Новгородской, Ленинградской областей, Псковской области тоже. Вот здесь по цифрам я сказал. Практически вся моя книга она написана по архивным материалам. Я в свое время, еще в 90-е годы работал в Государственном архиве Российской Федерации в Москве и там обнаружил альбом с фотографиями визита рейсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга в Ригу Елгаву и Добэла. Очень интересный альбом. Я тогда же заказал копии этих фотографий и практически все эти фотографии опубликованы вот в этой книге. Да, я не сказал еще о том, говоря о потерях, но уже не среди населения, а среди военнопленных. На территории города было пять концлагерей в течение немецко-фашистской оккупации. Самый крупный лагерь носил название Шталак 350 Зе Миттау. И сколько погибло пленных красноармейцев на территории города, но тоже цифры разнятся. От 18 до 23 тысяч пленных красноармейцев нашли последний приют на Елгавской земле. Но я вот как бы уже начал говорить о визите Альфреда Розенберга в Елгаву, выпускника рижского технического учебного заведения, который как бы с началом Первой мировой войны это учебное заведение было эвакуировано в Москву. И в Москве собственно Розенберг защищал диссертацию по дипломную работу по архитектуре, пытался как-то прислониться к большевикам, не получилось. После этого он выехал в Германию, прислонился вновь только что образованной партией Гитлера и довольно быстро занял ведущие одно из ведущих положений в рядах нацистской партии. Я уже сказал, что довольно много фотографий из этого альбома, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, я опубликовал у себя в книге. Кроме того, значит, в книге отдельная глава посвящена присутствию на территории города иностранных легионов СС. В 42-м и в 43-м годах на территории города после вывода с линии фронта проходили как бы отдых и переформирование части датского и норвежского легионов СС. Вот у меня тоже как бы одна из глав посвящена вот этой теме и сразу же идет глава посвященная нескольким визитам рейсфюрера СС Генриха Гиммлера в Елгаву. Гиммлер был в Елгаве как минимум три раза и вот дважды он инспектировал вот как раз уже упомянутые датские и норвежские легионы СС. Ну отдельная глава у меня посвящена призыву в латышский добровольческий легион СС. Рассказывается также о 15-м артполке артиллерийском полке легионы СС в Елгаве рассказывается о нескольких визитах в Елгаву генерального инспектора латышского добровольческого легиона СС Рудольфа Бангерскиса Бангерскиса говорится о том как протекала обыденная жизнь в Елгаве в период нацистской оккупации жизнь в Елгаве в период нацистской оккупации и здесь как бы одна из тем которую я рассматриваю это культурная жизнь полностью подчиненная идеологии нацистской Германии пропаганде нацистской идеологии но сегодня как бы латышские историки описывая период немецко-фашистской оккупации города говорят о том что культурная жизнь в период 41 по 44 год переживала небывалый взлет небывалый взлет здесь же у меня отдельная глава посвящена так называемому исправлению памятника освободителям Елгавы памятника который в народе получил название Лачплисис Вальтер Эберхарт фон Мэден земгольский гебец комиссар неоднократно обращался к городскому старости Кристопсу Фрицкаусу с пожеланием в приказном порядке изменить вид этого памятника дело в том что Карлис Янсенс автор этого памятника изобразил скульптуру Лачплисиса который держит поставил свою правую ногу на фигуру поверженного немецкого рыцаря вот с этим как бы немцы согласиться никак не могли и в конечном итоге Кристопс Фрицкаус и члены городской думы периода нацистской оккупации приняли решение о том чтобы сбить вот эту фигуру поверженного немецкого рыцаря крестоносца вот с тем чтобы изменить визуальное и образное содержание самого памятника значит здесь же у меня отдельная глава в этой книге посвящена школам которые работали в период нацистской оккупации отдельно в рамках этой главы говорится о школе с русским языком обучения такая школа в Югаве в период нацистской оккупации продолжала работать отдельная глава у меня посвящена теме реприватизации правда надо отметить что немцы значит приступили к процессу реприватизации то есть только после поражения под Сталинградом и сам процесс реприватизации он не был достаточно массовым я могу сказать что чуть более где-то около 520 объектов недвижимости всего было возвращено прежним владельцем вот период нацистской оккупации отдельная глава у меня посвящена антифашистскому подполью антифашистское подполье было как прокоммунистическое так и национальное национальное было представлено группой польского сопротивления и группой преподавателей и студентов Латвийской сельскохозяйственной академии а прокоммунистическое просоветское подполье это группа Бауманиса группа Станислава Рейра группа Давида Бернхардса группа Эрнеста Стражденя группа Висвалдеса Албинша и другие вот в завершении как бы этой книги довольно большая глава посвящена теме города которого больше нет дело в том что я уже упоминал вот о том что в ходе так называемого восстановления города в послевоенный период старый город был практически полностью уничтожен его не стали восстанавливать хотя такая возможность была хотя не всех зданий но целого ряда зданий нескольких десятков зданий была возможность восстановить но этого делать не стали и сегодняшний город практически ничем не напоминает довоенную Елгаву и вот я довольно много посидел в самых разных архивах чтобы найти фотографии Елгавы с 41 по 44 год которые позволяли бы увидеть каким был город именно в этот период вообще вот я хочу обратить внимание что книга действительно очень богато иллюстрирована но иллюстрирована именно теми фотографиями которые относятся к периоду с 41 по 44 год здесь практически нет фотографий довоенных и нет фотографий послевоенных и я в известном смысле себя как бы ощущал Генрихом Шлиманом который раскапывает трою потому что ну я не знал как выглядела довоенная Елгава или Елгава вот в период 41 по 44 год а те фотографии которые я вот нашел скажем в государственной инспекции по охране памятников истории и культуры в латвийском государственном историческом архиве в государственном архиве российской федерации в латвийском государственном архиве кинофото фонодокументов и в других в государственном архиве кинофото документов российской федерации в городе Красногорске и в других архивах вот те фотографии которые я находил они ну мне мало что говорили я не знал этого города И, в общем-то, пришлось действительно по крупиночке раскапывать, находить те фотографии, складывать их, ставить их рядышком вместе, чтобы было понятно, как выглядела эта улица, как выглядел этот дом, как выглядела эта площадь. И вот эта глава у меня называется «Город, которого больше нет. Фотографии Елгавы в 1942-1944 годах». На мой взгляд, это тоже такое достаточно интересное исследование. Завершающая глава посвящена попытке понять, сколько все-таки населения Елгавы осталось к концу войны, какими были возвратные потери, какими были безвозвратные потери. Это очень сложная, драматическая тема. И тоже на большом количестве архивных документов я рассматриваю этот вопрос. Я уже упоминал о том, что минимальные потери могли составить примерно 14 тысяч человек из 34 тысяч 100 человек, а максимальные порядка 24 и более тысяч человек из 34 тысяч 100 человек. Ну и в заключение у меня приводится довольно большой массив архивных документов, связанных с деятельностью Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяния немецко-фашистских оккупантов на территории города. Вот эти документы, в этих документах в том числе говорится и о том, что с начала 44 года на территории Латвии действовала специальная команда под руководством штандарта Фюрера СС Блобеля. Эта команда подчинялась напрямую Генриху Гиммлеру и в задачу этой команды входило уничтожение погребенных тел жертв массовых репрессий 41, 42, 43 годов и их эксгумация и сожжение. И архивные документы говорят о том, что эта группа работала не только на территории Прибалтики, но и на территории Украины. И архивные документы говорят о том, что вот эта группа штандарта Фюрера СС Блобеля эксгумировала и уничтожила останки порядка полутора миллионов человек, уничтоженных в период 41 по 43 год. И вот это еще одна причина, по которой очень трудно понять, какими на самом деле были потери среди гражданского населения Елгавы в период нацистской оккупации. Вот сразу после освобождения города в январе 45 года население Елгавы составляло около 6 тысяч человек. Затем оно стало быстро расти, в том числе за счет тех переселенцев. Я уже упоминал переселенцев из Новгородской, Псковской, Смоленской, Ленинградской областей. За счет тех командиров и солдат Красной Армии, которые были демобилизованы и остались на территории Латвии, в том числе на территории Елгавы и Елгавского уезда. А вот сколько конкретно из довоенного населения осталось вот в этих 6 тысячах, ну очень невозможно это просчитать. Просто невозможно просчитать. Ну вот, уважаемые коллеги, это вот, наверное, все, что я хотел бы сказать об этой книге. Еще только хочу добавить, что как вот книга по истории боев за Елгаву, это книга третья из этой серии, так и эта книга по истории Елгавы в период нацистской оккупации, они доступны во всех книжных магазинах сети Polaris. Спасибо. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы к докладчику сегодняшнему? Ну, если вопросов ни у кого никаких нет, то мы можем только поблагодарить Виктора Ивановича Гучина за презентацию очень интересной книги. Дмитрий, я хотел бы задать вопрос. Добрый день. Да. Значит, добрый день. Друзья, а вот Виктор Иванович, он с Ужи прожил в Елгове, и встречал ли он в своей жизни людей, которые вот довоенные были в Елгове, и которые лично видели войну и остались жить в городе? Да. Лично у вас такие встречи были? Да, да. У меня были такие встречи в конце 80-х, начале 90-х годов. Это были преимущественно латыши, но не только в этот период, и в 2000-х годах тоже. Причем я встречался с латышами, которые были настроены, скажем так, антисоветски. Или служили в регионе. Вот. И да, я записывал их воспоминания. Да, встречался. Ну, то есть какая-то тоненькая ниточка преемственности от того времени она через людей сохранилась. Мы не можем сказать, что город абсолютно свежие переселенцы, послевоенные. Нет, нет. Я боюсь утверждать, вот сколько на самом деле из довоенного населения осталось жить в Елгаве в послевоенный период. Ну, я боюсь утверждать. Может быть, это 10%, 15%, может быть, 20%. Я, ну, те архивные данные, которыми я располагаю, они не позволяют точно понять, какими на самом деле были потери среди населения Елгавы. Но какая-то часть елгавчан, безусловно, осталась, да? Жить в послевоенном... Ну, ясно. Ясно, спасибо большое за ответ. Спасибо, да. Спасибо, Мирослав. У кого-то еще есть какие-то вопросы? Тогда мы все-таки попробуем... А кто поднимает руку? Да, где? А, это просто поднять руку, да. Вот, ну, если никаких вопросов нет, тогда еще раз большое спасибо Виктору Ивановичу Гущину, и я призываю всех почитать его действительно интересную книгу. Большое спасибо. Спасибо большое. И с праздником. Всем всего хорошего. С праздником. Спасибо. Спасибо.